добрый день дорогие друзья сегодня я хочу проэкспериментировать и записать летсплей на новую камеру sony планирую себе приобрести что-то похожее это слишком дорогая но может быть какой-нибудь panasonic подешевле и сейчас я попробую поиграть в игру village builder эта игра стала победителем конкурса настольных соло игр на конкурсе пнп соло игр который проходит ежегодно набор генгик в этом году был юбилейный 10 конкурс каждый год проходит его это уже десятый год и вот недавно этот конкурс закончился я обещал показать вам игру победителя эта игра на постройку деревне вот здесь вы меня видите вот такой вот расклад в конце игры уже когда происходит подсчет очков то есть вы будете строить ферму из вот таких вот тайлов эти тайлы различного типа там индустриальные жилые коммерческие и вы будете будете в конце игры подсчитывать очки по наборам вот этих вот разных районов в вашем распоряжении есть рабочие есть деньги есть дерево и есть камень плюс к этой игре идет вот такой игровой планшет который будет вам помогать вести учет всего того что вы будете использовать то есть вот сюда вы будете размещать рабочих своих здесь вы будете накапливать свои монеты здесь дерево до камень здесь у вас будет располагаться стопка карта откуда вы будете их тянуть а сюда будете складывать сброс карточка и все что в этой игре есть все вот эти вот компоненты ограничены только теми компонентами которые вы заранее подготовить 10 монет 5 камня 5 дерево и это все на что вы можете рассчитывать игра заканчивается в тот момент когда заканчивается стопка карты из которых вы карточки берете все остальное я вам расскажу уже по ходу игру мы начинаем с двумя монетами остальные а у нас еще два жителя есть так кубик не нужен там для отдельных вещей о которых я попозже расскажу денежек у нас 10 но начинаем мы только с двумя что у нас еще есть у нас еще есть несколько карточек это карточка чумы их 2 карточка пожара вообще в этой игре мы будем строить деревню будем строить деревню и начнем мы с вот этих вот тайлов с буковкой с это буковка с означает стартовая стартовые тайлы и в начале игры мы выбираем обязательно дом до в котором будут жить наши жители и либо шахту либо лесопилку нам говорят что лучше начать лесопилки если хотите более простой был давайте так и поступим размещать эти вещи мы должны рядом друг с другом нельзя размещать там по диагонали то есть они должны соприкасаться с одной из сторон соответственно вот эта карточка которую мы не выбрали мы откладываем в сторону если вообще убираем из игры оставшиеся тайлы в игре мы перемешиваем делим на три ну примерно равные части и замешиваем туда в зависимости от уровня сложности на котором вы хотите играть либо одну либо две либо все три карточки я с вашего разрешения буду играть на самом простом уровне то есть оставшиеся две карты я опять же убираю совсем из игры а вот эту карточку которую я выбрал я замешиваю в середину колоды как вы уже наверное успели догадаться это плохая карточка карточка которая будет у нас уменьшать количество наших жителей задача в этой игре набрать как можно больше очков очки мы будем набирать за в зависимости от того какую деревню мы построим какого типа строения там будут а строение там бывают нескольких типов это бывают коммерческие строения бывают индустриальные строения бывают живые строения там еще есть специальные различные особенные строения но это уже мелочи кажется я куда-то сюда замешал еще одну карточку которая помогает подсчитывать очки но мы от нее избавимся как только она у нас появится как вы успели заметить я карточку которую замешал она где-то вот у нас в средней части находится мы примерно представляем себе что она у нас появится где-то в середине игры здесь у нас будет храниться как вы видите здесь на игровом вот этом планшете будут храниться карточки колода карт который мы будем тянуть сюда мы будем сбрасывать использованные карты а в начале игры мы берем и открываем 5 нам попадается монастырь ферма большой базар каменоломня и катапульта в общем неудачный мне попался совсем выбор почему потому что на всех карточках которые мне попались если бы либо буква ю это уникальный значит карточки либо цифра 2 цифра 2 эта карточка которую можно строить только взамен первой то есть если бы у меня есть было единичка я бы мог сверху построить двойку причем тип карточки должен совпадать здесь выстроить строите кори то соответственно у вас должна быть должна была быть та самая каменоломня от которой мы отказались если вы построите big базар до уровня 2 то у вас до этого должен быть построен простой базар обычный если у вас здесь crop farm 2 уровня туда это у вас должна быть построена обычная ферма ладно ничего страшного наверное но тем не менее менее бы не повезло но ничего страшного что мы можем сделать у нас два жителя каждый из этих жителей может отправиться что-либо делать мы отправим одного вот сюда для того чтобы он нам добыл один ресурс вот эта вот иконка внизу каждой карточки обозначает тот ресурс который она производит если мы туда размещаем рабочего в данном случае этот эта карточка производит нам одно дерево также здесь написано что эта карточка индустриального типа плюс еще тут написано что это стартовое строение да тут еще есть цифра которая обозначает семерка в данном случае это сколько таких карт вообще в принципе в колоде на что мы можем рассчитывать но в общем одного рабочего мы послали мы могли бы послать послать еще одного рабочего вот сюда для того чтобы добыть еще одного рабочего но мы этого делать данном случае не можем потому что у нас не хватает строений за каждое строение которое у нас есть вот этот peasant hut и это residential на каждое residential строение которое у нас есть можем иметь двоих рабочих у нас только одно поэтому только двоих мы можем иметь по этой причине одного рабочего мы посылаем он нам приносит одно дерево дерево мы помещаем здесь второй рабочий у нас отдыхает тому что мы просто некуда идти дальше поскольку мы ничего строить не можем как я уже объяснил да ну как мы можем построить катапульту теоретически для того чтобы разрушить что-то из уже существующего но я не хочу этого делать при этом если я правильно понял мы должны послать туда четырех рабочих заплатить пять камней и два золота хотя я не уверен что это правильно в общем чтобы построить а ну да правильно то есть для того чтобы произвести такое действие должен вот это вот сделать а чтобы построить саму катапульту я должен заплатить 8 монет у меня просто нет таких средств в общем ничего и особенного построить не могу поэтому в тех случаях когда строить вы ничего не можете вы обязаны сбросить половину своих карточках с округлением в вашу пользу то есть мы сбросим две карточки я сброшу наверное катапульту потому что вряд ли я буду что-то строить и сброшу вот эту вот каменоломный сброшенные карты мы отправляем вот сюда ну и взамен набираем новые и начинается собственно говоря новый раунд наши рабочие вращаются обратно мне продолжает не вести меня здесь residential house то есть жилое строение второго уровня который требует 7 монет одно дерево и один камень и лесопилку какое-то дерево обрабатывающее предприятие которое в единственном числе тоже двойка будет давать нам два дерева если мы мы тут мы будем туда размещать рабочих поэтому пожалуй снова я в той же самой ситуации когда ничего построить толком не могу отправляя одного рабочего чтобы получить себе еще один камень возвращаю обойками дерево возвращая его обратно сбрасываю две карточки вот эти две карточки наверно сброшу и набираю новые так мы уже лучше здесь мы можем построить еще один жилой дом чем мы наверное займемся на перед этим я должен разместить рабочих естественно я размещаю еще одного рабочего получаю себе еще одно дерево и теперь я могу строить вот я трачу две монеты для того чтобы построить одно жилое помещение но я наверное поступлю немножко по-другому дело в том что любая карточка в вашей игре может служить как одна монета то есть я могу потратить одну монету и любую карточку ну например большой базар для того чтобы использовать монету и еще одну карточку как две монеты для того чтобы построить еще один дом этот дом я размещаю вот здесь я вам сейчас расскажу по поводу правила постройки она заключается в том что как я уже сказал нельзя строить так чтобы новая постройка была там отдалена прочих да ни с кем не соединена во вторых длина и высота линии не должна превышать 5 это не значит что у вас будет поле 5 на 5 вы можете например ну как-то вот так построить то есть грубо говоря улица ваша улица должна быть не длиннее пяти клеточек в одну сторону другую она может прерваться например каким-то образом там да и у вас получится одна улица 5 потом при прерывается еще пять я надеюсь все это у меня влезет на камеру но по крайней мере я вам рассказал как это все происходит еще вы успели наверное уже заметить что на нескольких карточках если вот такие половинчатые символы если вы будете достаточно удачливы или стратегические дальновидные то вы можете найти две карточки которые вместе вам дадут одинаковый символ ну и вы получите там различные бонусы за это ну а пока мы построили дом и на этом раунд наш закончен мы добираем наши до пяти вот здесь у нас всегда будет 5 лимит вот этих карточек за исключением тех случаев когда мы построим базар где-нибудь здесь да и мы сможем иметь шестую карточку если мы построим большой базар то будет уже 7 если экзотический базар то 8 карточка одновременно сможем иметь это плюс но и минус в том заключается что если вам нечего строить вы обязаны будете половину из этой всей вашего всего вашего набора удалить все начинается новый раунд мы можем теперь наверное и построить вине не построить отправить двоих жителей чтобы они нам дали еще двоих так поскольку нас теперь два дома мы имеем право иметь четырех рабочих будем ли мы еще что-то строить да будем давайте построим еще один живой дом для этого мы размещаем его вот сюда за него мы должны заплатить две монеты у нас одна есть плюс еще мы вот этот жилой дом используем как монету снова раунд у нас закончен мы переходим к следующему local pub и еще один жилой дом я явно плохо перемешал я явно плохо перемешал нам было постараться получше у нас есть fortress это укрепление и за 10 монет два дерева и три камня мы можем построить это строение она в единственном экземпляре уникальное даст нам 5 победных очков в конце игры единственное тут ограничение что он он должен быть построен в конце колонны или ряда то есть за ним уже строить ничего не нельзя соответственно при этом нужно соблюдать вот это вот правило 5 клеток в длину или высоту на одной улице local pub в принципе штука очень хорошая потому что она нам даст два победных очка за каждый находящийся рядом с ним residential постройку то есть вот эту жилую постройку вот если вот так я размещу я получил дополнительные два очка за то что вот этот рядом если я размещу его куда-то вот сюда а построю вокруг него еще жилых строений то за каждый из этих четырех который будет вокруг него я получу по два очка но я уже как-то не неправильно наверное я расположил вот так вот нужно было бы мне построить тогда я бы мог на что-то рассчитывать плюс видите если я построил вот этот вот вот сюда пристроили вот я получу сразу две монеты да вот за этот значок пивной кружки но платить не совершенно не чем даже если я все это отдам это всего лишь раз два три четыре монета а тут надо 6 чтобы построить поэтому я пожалуй ничего не буду устроить в этот раунд я отправлю одного рабочего сюда чтобы получить себе очередное дерево ну и все а подождите еще двоих рабочих потому что у меня три дома есть да так двоих рабочих даже теперь могу шестерых иметь вот так все раунд закончен вот эту штуку я наверное отправлю обратно монастырь давайте монастырь тоже я сбрасываю сбрасываю сейчас две карточки и добираю новый так мне попалась хорошая карточка это шахта и residential house второго уровня зачем выгодно в принципе строить строение второго уровня дело в том что в конце игры мы будем считать очки и мы будем умножать группы карточка одного уровня на самый высокий уровень хотя бы одной из этих карт то есть если у меня будет допустим вот такая ситуация то я в конце игры получу три очка потому что вот эта группа раз два три карточки а если я сделаю апгрейд вот этого помещения на двоечку то у меня будет раз два три умножить на 26 очков то есть два раза больше это выгодно но я сейчас больше настроен вот на эту потому что она мне даст будет давать камень то есть что я делаю во первых я конечно но опять же получают одно дерево потому что почему бы нет больше людей не мне не нужно и построю вот это здание я его построю где-нибудь вот тут это индустриальное это индустриальное поэтому их тоже выгодно вместе строить чтобы вот эти вот кластеры создавать которые в конце игры будут давать очки одна карточка в по отдельности одного типа очков давать не будет но мне нужно заплатить три монеты одно дерево дерево плачу три монеты придется брать вот отсюда так локальный пап ну придется им да вот этот вот мне не нужен наверное вот это я пожертвую ну и пап да пап наверное уберу вот мои три монеты которые я заплатил все следующий раунд открываем дальше так это статуя статуя которая стоит 9 монеты 1 и 3 камни просто даст три победных очка в конце игры дальше это сахарное производство будет давать мне одну монету это хорошая хорошая вещь и в принципе недорогая так воркшоп воркшоп я сейчас прочитаю этот цех и склад так ну что ж хорошие карточки попались воркшоп даст мне одно дополнительное очко за каждый соседствующий с ним клетку в наборе из residential то есть жилых строений то есть если я построю где-то здесь рядом с жилыми строениями то вот это раз два три я получу три дополнительных очка то есть хорошая вещь дальше в хаос позволяет прямо на нем хранить карточки тоже очень хорошо какие-то нужные карты на будущее которые захочу потом построить на нем можно хранить и пожалуй сейчас я построю вот эту сахарное производство это коммерческого типа строение стоит две монеты одно дерево и один камень а даешь забыл в начале в начале перед тем как что-либо строить я должен отправить рабочих у меня один рабочий доставил это одно дерево а другой один камень теперь камень на есть но и дерево там до максимум меня есть вот теперь я могу уже строить это сахарное производство построя его где-то наверное тут так мне нужно заплатить две монеты придется мне вот этот воркшоп наверное использовать ну и без изозрения совести я вот эту статую тоже отправлю в топку две монеты есть одно дерево один камень камень дерево все постройка готова будет давать не монетки монетки очень нужны в этой игре добираем до 5 так еще одна шахта хорошо еще одна шахта это чересчур и еще одно жилое жилая постройка ну наверно не знаю кстати не уверен что нужно слишком много людей будет мне просто столько не нужно ну сначала рабочих до один камень одно дерево одна монета есть начинает немножко работать мой город моя вот эта деревня зарабатывать какие-то уже ощутимые вещи так заработали вернулись домой строить обычный дом две монеты еще одна шахта три монеты одно дерево апгрейд для жилого дома 5 монет и один камень я могу это построить но я все от всего вот этого избавлюсь не уверен что мне сейчас это нужно поэтому я построю наверное еще одну шахту строю шахту еще одно вот сюда для этого мне нужно одно дерево и три монеты раз два три так есть все теперь добираем до пяти а еще один склад это хорошо брюри тоже хорошо этот пивоварня пивоварня это прямо огонь потому что она дает три монеты то его надо обязательно как-то сохранить 7 монет так значит я отправляю рабочего сюда двоих сюда одного сюда я получаю дерево два камня и монету все вернулись обратно построить еще одну лесопилку то придется отказаться а нет выехал останется до построю я наверное еще одну лесопилку скажем вот сюда так мне за это нужно три монеты заплатить раз-два-три так и один камень все забираем тим смит тим смит прикольная вещь так ламбархат ну да это обычная лесопилка и еще один еще лесопилка кин смит прикольная вещь дорогая очень но она просто вы суда рабочего размещаете и генерите себе победные очки для этого я себе кубик при приготовил то есть если вы строите вы просто будете себе регистрировать сколько очков вы заработаете давайте перед этим что-то заработаем да у нас есть денежка два камня одно дерево второе нам не нужно потому что нас и так много да то есть мы а даже на деревом нам нет смысла никого посылать так два камня зарабатываем монету зарабатываем и наверное надо как-то экономить надо как-то копить денежку поэтому я сейчас просто сброшу две карточки вот этих да ну просто чтобы сбросить половину карт просто так большой базар ненужный мне еще один жилой дом второго уровня так давайте заработаем мы зарабатываем монеты идеи камень все что было у нас тут в локальных ресурсах мы заработали вернулись мне кажется что построить этот дом вам нужно три карточки нет боюсь что снова мне придется сбросить давайте вот эту сброшу и большой базар так будем копить дальше выбираем две карты рынок пришел рынок рынок хорош у нас пришла чума чума у нас просто убивает большую часть населения до 2 до она тут же сбрасывается к эта карта и мы добираем новую базар обычный базар мы построим базар мы сможем набирать по 6 карт игра кстати заканчивается тот момент когда у нас ну когда мы разыгрываем последние карты и больше нет карт в колоде так давайте для начала что-нибудь сделаем рынок и базар у нас еще будут теоретически поэтому давайте мы возьмем одну монету и одного жителя так житель монета есть сбрасываем рынок и базар добираем новые вещи так свиноферма цена ферма отличная вещь это ферма первого уровня будет давать нам монету но за ее постройку нужно пятерку заплатить а вот это вот жилой дом 3 уровня и он к сожалению только в единственном экземпляре то есть если мы хотим набирать очки на жилых строениях то ее нужно построить как сколько всего мне уже нужно построить они из чего ну давайте вы пока заработаем одну денежку и вернем себе пару жителей так у нас есть четыре монеты теоретически свиноферма чку я построена да давайте это карточка особенного типа то есть это и не индустриальная и не коммерческая неживая это тип ферма мы за ее вот там нет такого в правилах там наберите определенное количество ферм то есть это вот такой тип карт который как набор очков не дает но сам по себе вот тут есть допустим дает денежку давайте сюда построим для этого не нужно пять монет одно дерево все что накоплено непосильным трудом сейчас придется сбросить мы сбрасываем 4 монеты и ладно сброшу вот этот вот третьего уровня живой дом боюсь что я до него не доживу просто так я должен еще потратить одну дерево потратил его постройку все добираем до 5 воркшоп тот самый который дает очки за соседство с карточками жилого типа и blacksmith blacksmith дает две победных очка за каждую соседнюю шахту так давайте размещаться сначала монетка монетка ресурс у меня пока есть поэтому давайте еще двоих рабочих себе вернем или сколько там я только один положим да еще ну дерево возьмем дерево рабочий две монеты так правильно до 66 жителей три дома так вот эту штуку сброшу воркшоп сброшу и буду копить дальше да еще две карточки бейкере бейкере тоже строение которое дает монеты и еще одна шахта так размещаем монета монета все больше мне и брать то нечего так есть четыре монетки можно еще вот эту построить и копить дальше это коммерческого типа строения то есть и вот сюда если построить у меня будет два коммерческих рядом ну да так я наверное сделаю то есть строю здесь четыре монеты и плюс еще вот это как 5 и один камень есть добираем так еще один жилой дом второго уровня это хорошо и базар пет первого уровня не знаю нужен мне на тоже коммерческий так монеты раз два три монеты камень и и все может ничего не могу камень три монеты так жилой дом построить второго уровня а вот у меня их два получается да ты достаточно в принципе один из них построить чем они отличаются видите этот этот по дешевле этот по подороже дело в том что в дальнейшем если вы сюда будете одного рабочего размещать он вам будет давать сразу двоих но обычно это ну то есть это редкий случай когда такое надо это если вы готовитесь там к очередной чуме у нас чума уже ушла уже было больше не будет мы об этом знаем вот эту мне надо строить уехал да давайте я наверное пожертвую этим складом мне нужно 7 монет чтобы построить вот эту вот вещь эту пивоварню я наверное построю ее вот здесь для ее постройки на заплатить 7 монет то есть три монеты плюс еще все то что вот здесь нет не могу там же нет уже вот таких вот построят больше нет наверное я так не буду делать давайте качать попозже все-таки построим вот это здание второго уровня жилое она строится поверх уровня предыдущего пять монет у меня три было еще 2 на раз заплатить то есть я плачу вот эти две карточки и один камень вот так все погнали дальше три карты большой рынок обычный рынок и бейкери бейкери которая дает вот она у есть ну больше на ныне надо то что я постой скоро построю вот это который будет давать на три монеты так сначала разместим рабочих мне нужно монетка 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 и еще не хватает камень камень взяли и монетки взяли рынок что делает рынок рынок вещь хорошая он меняет любой товар на монету если мы сюда размещаем рабочего большой рынок но это третьего уровня рынок он меняет любое количество ресурсов на такое же количество ресурсов принципе рынок хорошая вещь давайте рынок построим я строю рынок для этого я плачу три монеты отсюда плюс еще две вот этих так и одно дерево есть открываем дальше монастырь монастырь штука отличная монастырь позволяет вернуть любую карточку из сброса эта штука работает всего один раз за игру то есть вы построили и тут же выполнили это действие это нет не тот случай когда вы построили потом возвращаете возвращает нет только один раз если вдруг вы тот вы знаете что вы отправили сброс что-то важное например там не знаю индустриальные вещи второго уровня и вы понимаете что вам нужно обязательно оттуда вернуть то монастырь это ваш случай может быть и мой тоже но я не особо слежу за игрой я не помню что там сильно туда отправил так размещаемся сначала рабочих у меня есть монета 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 рынок чем те щас обменяю и деревцам не хватает до дерева вернули и монеты взяли и поменяли скажем один камень на еще одну монету есть четыре монетки давайте построим таки вот эту вещь я строю это коммерческого типа строения построили ну вот так скажем вот у нас меня 5 до в ряд вот сюда и сюда я уже строить не могу вот это улица у меня закончена так 7 монет 4 плюс еще три вот этих я использую плюс еще два дерева и два камня есть пополняем раз-два-три-четыре так из всего того что мне попало сейчас процессе интересно его надо строить рядом с индустриальным набором вот у меня тут есть кластер такой индустриальный и вот если я построю сюда процессом я получу одно дополнительное очко за каждую карточку в этом наборе ну то есть три дополнительных очка разместимся для начала и у меня тут пошла жара три монеты 45 монет сразу давайте даже 6 монет и еще скажем два камня вот так два камня 6 монет два четыре шесть я могу построить склад тоже коммерческий почему бы и нет на давайте вот сюда построим а при этом он должен стоять в конце колонны или ряда тогда давайте сюда пусть это будет конец ряда все теперь я могу тут хранить карточки какие-нибудь так что у нас тут цель рынок среднего уровня это хорошо это коммерческая вещь второго уровня когда я буду считать коммерческий свой этот кластер я буду нажать его на 2 я пожалуй построю его прямо сейчас давайте разместимся по-хорошему да так красивенько как-нибудь три монеты мне нужно здесь шесть три четыре пять шесть монет и скажем два дерева так два дерева получили шесть монет получили я кстати забыл их сбросить прошлый раз сброшу сейчас потому что мне надо построить вот это коммерческий у меня будет ну скажем вот тут а нет рынок рынок это же апгрейд апгрейд первого уровня на второй так за это я заплатил 6 монет плюс еще одно дерево и один камень открываемся дальше катапульта можно что-нибудь разрушить но я наверное не буду так могу что-то сохранить на будущее значит как-то особый сохранить нечего сейчас 4 все гнался за этим складом он пока не нужен давайте посмотрим так попробуем обработку вот эту построить снова 6 монет 3456 и добираем ну скажем два камня два камня взяли 6 монет получили строим процессинг он у нас должен находиться рядом с индустриальным и мы наверно построим вот сюда влезает на камеру влезает за этому 6 монет заплатили да я не стал брать и плюс еще два камня и два дерева вот так дальше пополняем экзотический базар базар у меня пока ни одного базара нет посмотрим что будет дальше для начала разместимся возьмем скажем четыре монеты два дерева камень еще монету пять монет пять монет два дерева и камень два дерева и камень строится или не строится вот в чем вопрос можно рынок еще не построить это будет еще один можно еще один индустриальный построить теоретически это неплохо давайте три монетки один камень построим еще один индустриальный чтобы больше за процессинг получить так есть есть тоже еще один камень заплатить по-моему я его не заплатил не помню ты сбился но неважно давайте пополним так это соревновательный такой рынок коммерческого типа будет давать нам одну монету и собственно говоря все да единственно вот он коммерческий просто увеличит наш коммерческий кластер и если мы его построим давайте сначала заработаем что-нибудь три так возьмем два камня оставшиеся пустим на деньги три четыре пять шесть монет и два камня два камня 6 монет то есть я начал уже тут все монетки к рукам прибирать можно конечно продолжать идти в сторону индустриальных построек и мне в принципе вполне нравится эта идея давайте три монеты и один камень для того чтобы продолжать вот этот наш район индустриальный здесь так открываем дальше еще одна сахарная сахарное производство да я забыл конечно сказать что нельзя вращать карточки их надо класть только в определенном расположении снова набираем так мне нужно мне не хватает пять монет только на 3455 монет два камня одно дерево и все у нас прям полная коробочка все ресурсы и все деньги которые только можно было собрать мы собрали ничего не строить наверное сейчас смысла нет что-то надо построить не от 4 коммерческих один кодна катапульта которая в общем то ничего особо не дает ну давайте построим что-то коммерческое то что недорогое например например вот эту еще одну сахарное производство на две монеты один камень и одно дерево дополняем дальше так а теннери теннери это интересно я получу две монеты за каждую соседнюю ферму и стилактически могу вот сюда ее построить что я и сделаю так две монетки один камень и одно дерево так есть строю теннери 4 золото и два дерева рядом с фермой построил сюда так 4 золото два дерева направишь ничего не перепутал да все правильно все дополняем трепер трепер это ну какой-то зверь зверолов просто индустриальное здание которое даст дай дает одну монету можно теоретически его просто как продолжение наших индустриальных вот этих вот индустриального кластера так нам не хватает четырех монет три и одна не хватает два дерева сюда мы все получаем в конце игры если у вас остается какое-то дерево там или камень она никаких дополнительных победных очков не дает то же самое и про деньги то есть деньги в конце игры оставшиеся у вас дополнительных очков не дают так строим вот эту вещь построю я ее вот сюда вам ее не видно будет но она как бы вот у меня просто вот это вот две карточки это новая улица она как бы не идет в счет вот этой пятерки да к стоит этот трепер у меня четыре монеты и два дерева открываем дальше опиаре опиаре хорошая вещь дает три победных очка в конце игры впрочем как и брюери опять брюери это пивоварня опиаре это винокурня да так можно сказать то есть опять алкоголизм сплошной дорогая вещь кстати коммерческая ее конечно надо построить поэтому сначала я размещаю рабочих 312 дерево все я это получил так ну и в общем то все это золото который я тут раздобыл я трачу на постройку вот этой винокурни построю вот сюда да снова рассказывают это вот но вот это одна улица это другая улица здесь три здесь две вместе они не считаются два дерева 2 1 1 камень и буду получать тоже три монеты красота строимся дальше процессе еще один процессинг супер есть один если построю еще один я из-за него получу из-за из-за него получу шикарно тут все просто три монеты и три монеты это уже шесть монет шесть монет ну скажем два дерева один камень и еще одна монета и того 7 монет два дерева и один камень так я возьму одну монетку потому что шесть из них я потрачу сразу на вот этот процессинг который я строю здесь он стоит шесть монет два дерева и два камня строимся дальше о crop farm crop farm это ферма второго уровня я построю поверх этой будет давать не две монеты да почему бы нет сначала мы разместимся так три монеты еще три это шесть еще парочку это восемь один камень и одно дерево до и восемь монет crop farm у нас как раз восемь монет и стоит вот так вот сверху я его строю плюс еще одно дерево поехали дальше следующая карточка это will write это какое-то транспортное производство вещь где делают или чинит колеса обычная индустриальная вещь которая дает одну монету такая скукотища ничего интересного так нам нужны деньги ну как они всегда нужны правильно три шесть восемь девять и два дерева два дерева и все деньги которые есть все деньги которые есть за исключением наверное четырех потому что я их сразу потрачу на этот will write он индустриальный вот почему он не заинтересовал я его построю скажем вот тут и нет кластер индустриальный прямо шикарно единственное они все у меня первого уровня не помню если там индустриальные карточки второго уровня плюс один камень надо заплатить а так если я прогре мог бы про апгрейдить индустриальные индустриальные здания я бы получил бы больше очков и посмотрим о фермочка фермочка хорошо так четыре монеты и забыл вернуть своих рабочих обратно прошлый раз четыре монеты мне не хватает двух камней не не хватает и я могу что-нибудь сюда сохранить да я же могу это сделать но что мне сохранять особо и ничего наверное не надо так четыре монеты получил два камня получил всех вернул свиноферму построил построю ее конечно вот сюда потому что здесь вот тоннере которая дает два очка за каждую фермочку рядом так 5 монет и одно дерево 5 монет одно дерево все поехали дальше surgery не во время попалась эта карточка которая позволяет избежать последствия чумы поскольку она нас уже было это вообще для нас бесполезная вещь даже не знаю что и куда мне теперь делать так на 5 монет мне надо вернуть 3 и 2 одно дерево больше ничего мне особо не надо так верну себе все деньги и дерево так даже не знаю что и построить построить может быть коммерческое еще что-то но только куда вот сюда можно сюда можно рынок построить вот это дешевле в плане денег по крайней мере хотя деньги сейчас быстро набираю наверное но деньги нужнее давайте все таки вот эту штуку я построю три монеты два камня и два дерева строю вот сюда этот турнирный рынок все добираем статуя ваш меня жиру то и статую построить даст мне просто 5 победных очков в конце игры так давайте сначала заработаем все что нужно три монеты два камня и два дерева есть три монеты два камня и два дерева построю статую статую нужно строить в конце ряда или в конце колонны любой так каким бы рядом или какой колонной пожертвовать ну давайте вот сюда наверно построим да еще забыл сказать у нас есть вот две стартовые два стартовых тайла поверх этих тайлов ничего строить нельзя такая историческая ценность историческая достопримечательность которая должна остаться вот в первозданном виде до конца игры так ну а теперь статуя статуя у нас стоит 10 монет да пожалуйста 10 монет и 5 камней вот так и просто ради 5 очков в конце игры так что у нас тут дальше а у нас тут дальше еще одно surgery и какое-то издевательство то есть еще одна карточка которая позволяет избежать последствия чумы так ну ладно она эти карточки нам позволит просто немножко протянуть время три и три это шесть монет и две это восемь монет два камня и еще одна монета 9 монет два камня есть и мы просто сбросим вот эти surgery две карточки откроем две новых так ламбер хат это индустриального типа карточка но я наверное построим и рынок среднего уровня это хорошо мы сейчас проапгрейдим за счет него а у нас уже есть у нас уже есть монетки наборной не хватает и два камня монетку взяли построим ламбер хат процессинг вот сюда например они сюда не могу значит сюда построим так три монеты один камень открываем дальше карточка осталось мало уже скоро близится конец игры базар базар первого уровня построим конечно сейчас построим так три монеты два камня получили базар построим построим мы его так как у даже него она отсюда вот так шесть монет раз два три 4 5 шесть монет и один одно дерево так следующую карточку открываем по моему это очень хорошая карточка это виноградники за каждую карточку в коммерческом сети в наборе мы получим одну дополнительную очку а у нас коммерческий набор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 шикарно шикарно так до этого нам нужно заработать 3 6 7 монет и 1 дерево а кстати мы построили базар мы имеем право на одну карточку больше иметь а еще одна еще один виноградник превосходно 7 монет одно дерево есть сразу строим виноградник он стоит 6 монет поэтому одну только я возьму и два дерева виноградник будет у меня тут берем последнюю монету не последний еще одна карточку это карточка про которая говорила нам вы строите и на ней размещая на нее рабочего просто зарабатываете себе очки как счетчик но она поздновато пришла не успею ничего заработать так 56 монет не хватает 362 дерево строю еще один виноградник построил вот сюда так вот эти шесть монеты сразу трачу эти два дела я сразу трачу так все и последнюю карточка добираю и в общем то все все что я могу сейчас построить на этом игра закончится что мне тут индустриальная есть коммерческая коммерческая даже наверно будет предпочтительнее я могу это и другое построить вы можете построить больше чем одно одно строение если у вас хватает средств а мне что нужно мне нужно шесть монет и не хватает два дерева так два дерева и шесть монет это я получил теперь я строю либо это либо этому построю вот это это просто подешевле но не принципиально совершенно построю рынок наверное вот тут она тут у меня за рамки экрана вылезает нет это не выгодно вот тут наверно вот так так и за это должен платить пять монет на дерево и один камень и построю еще вот эту шахту за три монеты и одно дерево так а куда бы мне она шахта я могу нет сюда не могу а куда же мне это построить а индустриальная вот сюда могу вот сюда здесь я никаких правил не нарушаю раз-два-три-четыре-пять карточек так три монеты одно дерево у меня уже заплатил в общем это неважно потому что все это конец игры все что здесь у меня уже лежит на этом не денег не хватит даже если я попробую вот эту построить она стоит 6 у у меня две монеты еще три карточки как деньги можно использовать в общем не хватает все это у нас не считается это все можно уже убирать это уже не нужно мы начинаем подсчет очков для этого есть вот такой специальный листок они два одинаковых это просто если вы один использовали вы можете еще один использовать и он помогает вам правильно считать вы берете и считаете например жилые постройки умножаете их на на их уровень и получаете финальный результат вот в данном случае например меня индустриальный жилых раз-два-три уровень максимальными 2 то есть а ты умножаю на 2 получается 63 постройки 2 уровня 6 очков если у вас есть еще один набор жилых построек вы пишете дальше но он у меня один дальше мы берем коммерческие например постройки и у меня здесь получаются раз-два-три-четыре это все один сет раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять но они все к сожалению первого уровня поэтому они труб 2 его посчитал вообще раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять до 10 10 умножить на 2 это 20 очков есть еще индустриальный но индустриальные считаются по-другому здесь считаются наборы вот этих вот шахт и к сожалению там наборы из одной шахты он не считается вот например здесь у меня отдельно стоит карточка лесопилки и шахты они по одной поэтому они не считаются все сильное считается но мне есть двойка здесь это два очка два четыре шесть ну шесть очков да у меня две шахты и четыре лесопилки теперь есть воркшоп если я построил воркшоп он бы мне дал дополнительные очки но у меня его нет есть вот эти виноградники виноградники это хорошо они дают мне одно дополнительное очко за соседний набор карточек коммерческого типа а я помню что у меня их 10 и у меня два виноградника каждый виноградник дает мне 10 очков за каждую карточку в наборе то есть я за виноградники получаю 20 очков теперь обработка обработка дает одно очко за каждый индустриальный индустриальную карточку здесь уже независимо от того какие они там ламбер хаты или армайн в общем давайте посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 10 очков за вот этот процессинг и 10 очков за этот процессинг потому что и тот и другой касается во одного и того же снова я 20 очков заработал на этом local pub если бы у меня был бы он не дал бы дополнительные очки если бы он соприкасался с живыми районами но здесь у меня нет ничего black smith по моему я не построил он дает дополнительные очки если находится рядом с шахтами но у меня их нет поэтому тоже прочерк тенри у меня был тенри здесь тенри дает 2 2 очка за каждую ферму соседнюю то есть 244 очка плюс еще у меня пять очков если бы я построил укрепление мне его нету статуя есть пять очков есть еще одна статуя которую я не построил а пиаре есть у меня это вот вина винокурня и брюри пивоварня тоже есть 3 очка плюс вот эти бонусные очки если бы я считал построил бы вот этот вот кин смит или как-то так он называется все это все наши очки давайте посчитаем что у нас получилось 26 30 32 и 40 72 и 476 еще 682 и 587 очков так я должен вам сказать что на данный момент это лучший результат который у меня был обычная где-то вот здесь когда деревенские жители только начинают замечать вашу деревню а я заработал 87 очков это обозначает что слова где-то на расстоянии выкинь вы вытянутой руки ну и настоящим хороший результат считается что если вы набираете больше 100 очков а если уж больше 121 то это вообще шикарно вот такая вот игра игра победитель конкурса тнп настольных соло игр игра со своими нюансами какими-то проблемами где-то может быть она там недоработана где-то на слишком стандартная но как видите она довольно забавная интересная и безусловно достойно внимания так скажем на этом у меня сегодня все большие большое вам спасибо за внимание с вами был дмитрий и канал пасеан шоу играйте настольные игры все вам хорошего пока а и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин